Отличительной чертой данного оборудования является его сверхточность и оперативность. За два часа оно может выявить, есть ли у человека туберкулезная палочка. Теперь пять таких аппаратов и три компьютерные установки будут распределены по противотуберкулезным центрам регионов. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут ультра-женэксперт аппарата получаем, тут и расширенная устойчивость, больше определяет к другим препаратам, так же и быстрота. Раньше до этих аппаратов, дженэксперт аппаратов, мы определяли чувствительность через месяц, через две недели, через даже три месяца, вот такие были, чтобы определить чувствительность туберкулезной палочки к противотуберкулезным препаратам. До этого у нас в больнице был аппарат дженэксперт, который выявлял штамм и чувствительность только к одному препарату. Модифицированный аппарат нового образца позволяет выявлять чувствительность ко многим препаратам. Это, в свою очередь, облегчает работу и ускоряет наш процесс постановки диагноза и лечения. По стране до этого было 24 платформы дженэксперта, новые 5 платформ позволяют определить не только штаммы туберкулеза, но и чувствительность к важнейшим препаратам, используемым для лечения. Среди диагностики этой болезни важен каждый день, говорят специалисты. А сегодняшняя еще даст больше возможностей выявления раннего. Это все направлено для нашего населения, чтобы мы могли ранние формы выявлять, ранние формы устойчивых и начать быстрое лечение. А это всем известно, если начнет с первого этапа лечения, как человек заразился, да, она даст, конечно, свои хорошие результаты. Совместными усилиями мы добились значительного прогресса в снижении бремени и смертности от туберкулеза, но наша цель – покончить с туберкулезом. Юсаид продолжает сотрудничать с Кыргызской республикой для достижения этой цели. Пять аппаратов и три компьютерные установки были закуплены в рамках программы Юсаид, которые позволяют открыть новые возможности в исследовании этого недуга. Пик роста заболеваемости в Кыргызстане туберкулезом пришелся на 2001 год. Тогда приходилось 160 случаев на 100 тысяч человек населения, смертность – 26 случаев на 100 тысяч человек. С тех пор благодаря проводимым мероприятиям снижается рост заболеваемостью, сообщил директор Национального центра афтезиатрии. По данным 2022 года у нас в стране заболеваемость снизилась до 60 случаев на 100 тысяч населения. Если в 2001 году смертность составила 27 случаев, и по данным 2022 года смертность у нас это составляет 2,6 случаев на 100 тысяч населения. Общая стоимость новых аппаратов – 13 миллионов сумм. Со стороны Юсаид будет организована доставка, установка, калибровка оборудования и проведены обучающие семинары сотрудниками центра афтезиатрии по использованию аппарата.